Прежде всего, я хотел бы поблагодарить за предоставленную мне возможность выступить на этом семинаре. Прежде чем переходить к каким-то основным определениям, касающихся пространств переменной гладкости и следов весовых пространств Соболева, я хотел бы напомнить задачи, которые послужили мотивировкой для построения вообще теории следов пространств Соболева и пространств переменной гладкости. Мы начнем с рассмотрения задачи Дерехле, которая рассматривается в области Омега и в клидовом пространстве РН, где ЛУ рассмотрим простейший оператор электрического типа, то есть минус дивергенция А от Х в радиент У, где А от Х – это симметричная матрица, а коэффициенты А и ЖТ от Х – это некоторые измеримые функции. При этом условие эллиптичности состоит в следующем, что А от Х к С, скалярное произведение на КС, снизу ограничено модуль КС в квадрате единица на С, а сверху С на модуль КС в квадрате. Эта неравенция должна быть выполнена для всех точек Х из области Омега и для всех КС из РН. А тут как бы такая равномерная положительность определяется? Да, да, да. Это называется условие эллиптичности. А можно, так сказать, для единичной матрицы, например, это выполнено постоянно? Ну да, конечно. Это вопрос будет, да? Да, да, да. Эллипт в опасности, а единичная матрица. Притом, как надо... А это же какие функции? Сейчас я об этом скажу. То есть возникает вопрос, как понимать вообще вот эту систему. Ну давайте мы первое условие обозначим единичкой, второе двоечкой. Ну, во-первых, как мы будем понимать действия оператора L на U? Мы будем понимать это в обобщенном смысле. То есть не в классическом, а в обобщенном. То есть это состоит... Вот это равенство состоит в том, что для любой функции φ из класса D от Омега... D от Омега — это бесконечно дифференцируемая функция с компактным носителем внутри области Омега. Должно быть выполнено вот такое тоже достоинство. Интеграл по Омега А от х градиент у скалярное произведение градиент φ должно быть равно интеграл по Омега f на φ. Ну и здесь от х. Вот в таком смысле это понимается. При этом градиент функции у понимается тоже в обобщенном смысле. А φ — это такие пробные функции. То есть мы вот понимаем вот это равенство в смысле интегрального тождества. Ну, соответственно, функция f должна быть локально интегрируема. Вот. И производные тоже должны быть локально интегрируемы, хоть они и понимаются в обобщенном смысле. Таким образом, наиболее естественным пространством, в котором ищется решение этой задачи, является пространство Соболева. W2, 1 от Омега. Ну, давайте мы определим общее пространство Соболева для любых П и Л. Это частный случай его будет. Общее пространство Соболева, когда П от 1 до бесконечности, а Л — натуральное число, определяется следующим образом. Это множество всех функций f, которые принадлежат пространству локально интегрируемых на Омега функции, которые имеют все частные производные до порядка Л включительно, но производные понимаемые в обобщенном смысле, то есть в смысле распределения. Эти производные тоже должны быть локально интегрируемы, а норма в этом пространстве определяется следующим образом. Норма f, w, p, l — это и есть сумма по всем мультииндексам альфа, не превосходящим L. Вот L, p норм вот этих обобщенных производов. Вот так определяется пространство Соболева, и значит решение... Альфа — это мультииндекс, ну то есть это просто сокращенность, чтобы не писать там... Ну, давайте напишу подробно, то есть это d модуль альфа f, dx первая в степени альфа первая и так далее, dxn в степени альфа n. Вот такое... А локально интегрируемое что значит? Локально интегрируемое, но интеграл конечен от функции по любому компакту, лежащему внутри этой области омега. Это называется локально интегрируемое. А функция обобщенная? Нет, функция производная понимается в обобщенном смысле, то есть в смысле тождеств вот этих. А сама функция локально интегрируемая, и производная мы тоже требуем, чтобы была локально интегрируемая. Хоть она и понимается в обобщенном смысле, но чтобы от нее можно было брать интеграл. То есть это не гераковская какая-то дельта-функция, а вполне себе функция, но при этом производная не классическая получается, а в смысле вот такого вот тождества. Теперь возникает вопрос, как интерпретировать второе условие, вот это вот, то, что у на границе омега равно же, что под этим понимать? Ну, если бы функция у нас была классическая... Статус, точнее, какой? Что, в принципе, оттаять так задача, а я не знаю, что это выливает... Да, 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 да. Просто, чтобы было корректно... Да, да, да. Но это в случае вот такого оператора W1, W2. И в случае более сложного оператора, там, соответственно, другие практики. 2, это потому что интегрированность 2, а 1, это потому что здесь участвует только градиент. Градиент в общенном смысле участвует, поэтому от функции больше ничего не надо, чтобы вот это тождество записать. Нужно, чтобы она с квадратом интегрировалась, вот, а производная нам достаточно первого порядка требует. То есть, хотя сам по себе оператор, он формально второго порядка, но поскольку мы понимаем вот в таком слабом смысле решение, то достаточно брать градиенты только от У, поэтому W2. П, это показатель внутри интеграла. Ну, что такое пространство? То есть, П, это способ определения. Способ определения. А, верхний индекс L, да? Верхний индекс L, он отвечает за количество производных, которые вы можете интегрировать. То есть, альфа, чтобы модуль альфа не больше, чем L? Ну, это, в общем-то, общеизвестно для специалистов в уравнении частных производных, как эта вещь определяется, как решение определяется, в каком классе ищется. А вот более интересный вопрос уже к нашей тематике относящийся, это как понимать вот это вот второе равенство, то есть, условия на границе. Если бы функция была гладкая вплоть до границы, то надо было бы просто сужение рассмотреть. То есть, берем ограничение на границу, и, то есть, это и есть наш след. Но функция из пространства Соболева, она может быть плохая достаточно, поскольку у нее производные в обобщенном смысле берутся, она может быть даже разрывной, вообще говоря. Вот, поэтому нужно как-то разумно определить след на границе. Ну, давайте мы ограничимся случаем, когда область у нас достаточно хорошая, пусть она имеет гладкую границу. И она компактная у нас, вот эта область, то есть, она лежит внутри некоторого шара. Что значит, что у нее гладкая граница? Я буду подразумевать следующее, что для каждой точки границы есть шарик, такой, что можно пересечение шара с вот этой областью. Ну, во-первых, что вот эта граница, лежащая внутри шара, является локально графиком некоторой гладкой функции. То есть, можно повернуть систему координат, повернуть и сдвинуть таким образом, чтобы кусок границы, лежащий внутри этого шара, был ничем иным, как графиком гладкой функции. Тогда можно локально устроить такие дифиоморфизмы в полупространстве. То есть, отобразить пересечение области с вот этим шариком на полупространство. Поэтому мне достаточно научиться определять след функции, которая задана в полупространстве на гиперплоскости. Тогда я пойму, как задавать след на границе гладких областей, по крайней мере. Поэтому давайте мы сначала определим вот эту вещь для полупространства. Пусть у меня задана функция f, которая принадлежит L1 локально в полупространстве, то есть локально интегрируем. Мы будем говорить, что функция f является следом функции f на гиперплоскости xn равной нулю и записывать это вот так. В том-то и дело, что это не простое ограничение. Вот я сейчас напишу условие, как это надо понимать. Поскольку функция достаточно плохая может быть, его надо понимать в интегральном смысле. То есть будем говорить, что фи след f, если функция фи уже принадлежит L1 локально на rn-1, то есть изначально функция задана f в полупространстве. А мы след хотим понять вот здесь, на гиперплоскости. Так вот, фи это след, если для любого компакта k в rn-1 уже предел при xn стремящемся к нулю интеграл от k модуль fx' xn минус фи от x' dx' равен нулю. x' это набор из n-1 координаты, параметризующий точку на гиперплоскости. То есть как это геометрически представлять себе? Вот берется произвольный компакт, который лежит на гиперплоскости. Дальше я беру сечение функции на высоте xn, которая параллельна вот этому вот компакту. И измеряю интеграл от разности функции вот здесь вот и функции фи, соответственно, вот здесь. И если вот эта разность в интегральном смысле стремится к нулю, то я буду говорить, что фи это след функции f на гиперплоскости. Это определение корректно в том смысле, что след единственен. То есть если функция имеет след на xn равный нулю, то он единственен с точностью до множества n минус одномерной лебеговой меры 0. То есть если у вас есть какой-то другой след, то они отличаются на множестве меры 0, которая в гиперплоскости определяется. А можно вопрос? А вообще вот здесь функция из 5 лоб? Да. То она, наверное, тоже, на вопрос, она однозначно для себя интегралами по факту. Набором всех интегралов по компактным подножкам к. То есть ее однозначно для следующего меры. В смысле вот это фи, которая в гиперплоскости? Да, конечно. Если... То есть эта формула не фиксирует интегралы хи по всем х, да? Вопрос в том, что... Но вопрос в следующем. Если мы хотим эту задачу решать, как правило, вот такие задачи Дерихле решаются вариационным методом. В чем состоит вариационный метод? Значит, мы берем множество функций из пространства Соболева, которые имеют заданный след. То есть вот хусть х это множество F из W, P1 от омега, которые имеют один и тот же след. След понимается в этом смысле. Ну и дальше ищется функция F, которая доставляет минимум вот этому функционалу энергии, так называемой. То есть стандартная такая минимизирующая последовательность строится и находится эта функция. То есть она будет решением того? Да, она будет решением того уравнения. Но при этом возникает вопрос. Хорошо, ну а при каких функциях фи вообще корректно такую задачу ставить? То есть какие условия нужно на граничную функцию задать, чтобы вообще существовала хотя бы одна функция из пространства Соболева, которая следом имеет вот эту самую функцию фи? То есть насколько эта задача корректна, что вдруг мы по пустому множеству будем минимум искать этого функционала, и это будет некорректная задача. Поэтому возникает вопрос точного описания следа пространства W, P, L, омега на границе области омега. Что значит описать след? То есть задача описания следа мы будем понимать это так. Мы хотим определить некоторое линейное пространство на границе области. То есть хотим построить линейное пространство E на D омега, которое будет состоять из функций, и ввести в нем норму хотим еще... В L1, да, подпространство, то есть подпространство, чтобы оно состояло, конечно, из локально интегрируемых, но уже на границе. Ну там по поверхностной мере надо интегрировать уже будет. Значит, хотим ввести такое подпространство, чтобы оно еще было нормированным. Давайте напишем линейное нормированное пространство. Такое, что любая функция из пространства Соболю имеет след на D омега, который принадлежит как раз этому пространству E. Однозначно. Ну вот мы норму будем интегральную вводить, поэтому интеграл он не различает. Да, мы просто... Класс эквивалентных элементов. Вот когда я говорю о функции, ну это в принципе такое соглашение для аналитиков, что когда произносится слово функция, мы всегда подразумеваем, что мы говорим о классе эквивалентных элементов. Класс берется по модулю как раз совпадение на множестве n-мерной или n-одномерной в зависимости от контекста. Так вот, значит, я хочу так ввести норму в E, чтобы любая функция F у нее... Во-первых, чтобы она имела след, и чтобы этот след имел конечную норму в этом E. И более того, я хочу, чтобы оператор следа, который я буду обозначать трейс большой, то есть трейс маленький — это след конкретной функции, а трейс большой — это оператор, который бьет из WP1 вот в это пространство E. Я хочу, чтобы этот оператор был еще непрерывным. Вот. И кроме того, я хочу, чтобы он был сюрреактивный. То есть оператор сюрреактивный. Для чего мне нужна сюрреакция? Чтобы E, для каждой функции из E существовал, по крайней мере, один прообраз в WP1. Если это будет так, если, по крайней мере, один прообраз есть, тогда я могу определить правый обратный оператор. Левый обратный, конечно, может не существовать, потому что прообраз может быть не единственный. А правый обратный будет существовать, если оператор след сюрреактивен. Вот. То есть, ну, правый обратный, это я подразумеваю, что если я сначала подействую оператором EXT, ну, а оператор продолжения, соответственно, должен действовать из E наоборот в WP1. Так вот, если я их прокомпонирую, я должен получить тождественный оператор. То есть я функцию с границы поднял в область, а потом опять опустил на границу, я должен получить тождественный оператор на вот этом пространстве E. И мы еще хотим, чтобы оператор был у нас тоже непрерывным. Таким образом, вот суммируя сказанное, у нас должен быть оператор следа, корректно определенный, оператор продолжения, оператор продолжения должен быть правый обратный для оператора следа, и они оба должны быть непрерывны. Тогда что мы получим? Мы получим как раз необходимые и достаточные условия на след. То есть, если я определю пространство E, то я могу сказать, что фи является следом некоторой функции из W, P1, тогда и только тогда, когда она принадлежит вот этому пространству. То есть норма ее конечна. Вот. Можно вопрос? Я не знаю, я не понял. А вообще, в принципе, следом для W, F, если вы влеваете, то есть что-то элемент, да, 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 к счастью, да, к счастью, да. То есть... Для W это никакой класс? Ну, давайте я сразу... Давайте я сразу оговорюсь. То есть, если омега это область складка границы, то след существует для любой функции F, принадлежащей W, P, L от омега, для любого P от 1 до бесконечности и для всех L натурально. Вот. Поэтому, то есть, это разумно. Как элемент терять лоб? Да, 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 как элемент. Вот. Ну, так вот... Что? В переходите к классу W? Не-не-не, это невозможно. Тут будет происходить потеря гладкости, когда происходит переход от области к границе, теряется размерность, а когда теряется размерность, интеграл должен это как-то почувствовать. И он это почувствует как раз в том смысле, что потеряется некоторая гладкость. Сейчас я более точно скажу, что происходит. В общем, решение этой задачи для классических пространств Соболева было дано в 1957 году. Итальянский математик Гольярдо решил эту задачу. И ответ у него был такой, что пусть сначала P от 1 до бесконечности не включительный, и пусть Омега он даже рассмотрел не гладкую границу, а Липшицеву границу, то есть Омега-Липшицева область. То есть локально это график Липшицевой функции, границы ее. Тогда следом пространства WP1 на границе области Омега является так называемое дробное пространство Соболева, или его еще называют пространство Слободецкого. Сейчас я его определю. Это пространство, показатель интегрируемости у него тот же, а показатель гладкости у него вот такой вот. И вот я хочу обратить внимание, что происходит потеря гладкости при переходе от области границы на величину единицы на P. Вот здесь как раз единичка, это то, что размерность у границы на единицу меньше, ну а P из показателя интегрируемости выскакивает. А как определяется WP1 минус 1PT? Что это такое? Это все такие локально интегрируемые функции на границе, для которых, конечно, следующая норма. Норма определяется вот так. Первое слагаемое, которое менее существенно, это просто интеграл по границе модуль φ от х в степени P д сигма от х в степени 1 на P. То есть LP норма от самой функции. А второе слагаемое, оно как раз отвечает за свойства гладкости функции. Это вот такой двойной интеграл d омега. Еще раз, d омега. Модуль φ от х минус φ от у в степени P. Дальше модуль х минус у в степени как раз-таки как раз-таки n минус 1 сейчас 1 минус 1 на P лучше так запишу умножить на P d сигма от х d сигма от у и здесь еще поделим на модуль х минус у в степени n минус 1 вот и все это надо в степени единицы на P вот так вот на границе уже никаких производных обобщенных быть не может но есть такие разностные соотношения и в чем выражается свойство гладкости функции в том, чтобы сходились вот такие интегралы я вот специально записал в таком виде чтобы показать что вот этот вот показатель 1 минус единица на P он сидит как раз вот здесь вот вот это и есть так называемая дробная гладкость то есть ну понятно чтобы сходились эти интегралы нужно чтобы вот эта разность стремилась к нулю в интегральном смысле когда точка y приближается к точке x иначе эти интегралы не сойдутся вот ну вот собственно вот так вот определяется вот это пространство ну потом после 57 года когда появилась работа Бесова в 61 году Голиардо решил эту задачу в случае только когда первый порядок производный а Бесов решил в общем случае когда L любое натуральное P от 1 до бесконечности включительно вот и им было уже показано что ну здесь правда область надо гладкую брать потому что если порядок производный высокий то граница Липшицева это уже будет некорректно определен след так вот след на омега это уже будет ну все то же самое на самом деле только нужно не 1-1PT сделать а L-1PT P на д омега ну поскольку вот Бесовым в этой работе как раз были определены пространства Бесова вот оказалось что дробные пространства Соболева это частный случай пространства Бесова поэтому я напишу что это просто равно B L-1PT P P на д омега но пространство Бесова мы еще определим чуть-чуть попозже пока что я просто скажу что это дробные пространства Соболева это частный случай пространства Бесова вот ну значит случай когда P больше единицы вот такой ответ а когда P равно единице ответ совсем другой получается там происходит некоторый скачок своеобразный то есть ответ при P равном единице нельзя получить предельным переходом из-за ответа при P больше единицы вот оказывается что след W 1 1 который определен на области омега значит след на границе омега это просто L1 то есть вообще никакой гладкости нет у следа если мы здесь просто подставим сюда нулевую гладкость формально давайте посмотрим на это выражение если я буду считать формально P равно единице тогда здесь 0 здесь 0 и должен остаться интеграл модуль x-y в степени n-1 от вот такого выражения в первой степени но это совсем другое пространство оно не совпадает с L1 таким образом нельзя считать что пространство следов в этом случае это пространство с нулевой гладкостью нет это просто L1 но вот почему так происходит этот вопрос достаточно нетривиальный дело в том что когда P больше единицы оператор продолжения он линеем вот оператор X который действует из WP 1-1 P на D омега в WP1 на области омега он линейный ну то есть более правильно так сказать что можно построить линейный оператор неоднозначно определенный а ну конечно нет это как как у кого получится так и строится но на самом деле более-менее способ он такой канонический более-менее получается то есть я про это скажу этот оператор восходит еще к работам Уитни там 30-х годов и в принципе он вот до настоящего времени особо изменений не претерпел вот а кстати его существовали но как уже из теоремы когда описано обусленности нет чтобы установить эту теорему вам и надо построить оператор вот этот экст предъявить его в этом и есть эта теорема конечно да это же это же обратимая характеристика построить оператор следа построить оператор продолжения а вот здесь оператор уже нелинейный вот и долгое время думали что он нелинейный просто потому что не получается линейный подстроить что-то неправильно считаем но оказалось что его в принципе не может быть здесь линейным то есть сама по себе природа задачи оказывается здесь нелинейный это примерно в районе 80-х годов доказал математик Питре не существует линейного оператора продолжения из L1 в W1 ну а потом этот результат еще передоказан с помощью совсем других методов в Пилчинском если я правильно его фамилию пишу по-моему она пишется вот так то есть не существует линейного оператора продолжения возможно возможно я честно не помню как пишется но вот здесь точно вот ну почему так происходит еще раз повторюсь вопрос достаточно глубокий природа здесь природа ответа на этот вопрос лежит в природе самого пространства L1 и Lp вот из теории банковых пространств известно что Lp оно рефлексивное L1 нерефлексивное да соответственно у них кардинально отличаются некоторые внутренние такие свойства и видимо это как-то отражается вот и в этом аспекте тоже в общем сама природа пространства L1 она очень сложная и не получается невозможно построить днейный оператор продолжения вот ну это что касается классики цель моего доклада была рассказать о весовых пространствах Соболева и соответственно пространство переменной гладкости то есть пока у нас все здесь классическое это все достаточно хорошо известные результаты а что сказать о весовых пространствах Соболева во-первых откуда они появляются ну оттуда же из вот этой задачи U равно F U надо омега равно G но при этом оператор я буду рассматривать не эллиптические а вырожденные эллиптические ну или эллиптические с вырождением еще иногда говорят что это означает что условие вот этой равномерной ограниченности снизу сверху квадратичной формы оно заменяется более сложным условием вот это вот скалярное произведение оно теперь сверху ограничено с некоторым весом V от X умножить на модуль XI квадрат а снизу ограничено некоторым весом W умножить на модуль XI квадрат это тоже сам конечно просто подточек на квадрат на квадрат правильно но для каждой точки своя положительная определенность вот вот чем проблема проблема возникает тогда когда W от X может стремиться к нулю когда X стремится к каким-то точкам X0 а вот это к бесконечности например ну какая это X0 ну может их там очень много ну желательно на границе да но может и в самой области тоже никто не запрещает опять X0 планирует и стремится нет вот это вот эта штука она почти всюду понимается то есть вот это да да давайте я напишу что вот здесь больше нуля да и вот это меньше плюс бесконечности вот это вот эти системы играются это все для почти всех X в РН но для всех X из РН а вот на каком-то плохом множестве меру 0 который на самом деле может быть очень большим то есть все рациональные точки они имеют меру 0 Лебекову и во всех них может оказаться что вот этот вес к нулю убегает а вот этот вес к бесконечности убегает то есть такая достаточно сильная осцилляция вот этой квадратичной формы тогда уже нельзя искать решение в обычном пространстве Соболева ну там просто интегралы не сойдутся нужно искать в весовых пространствах Соболева ну вот например самый простой случай если давайте рассмотрим когда ну конечно да конечно но где-то меньше где-то больше на самом деле ну да то есть как бы то есть тут зависит от того да ну вот в частном случае когда в равно в равно дуболь в ну давайте не то что так ну скажем в равно с на рог а дуболь в равно единица на с умножить на рог где с какая-то констант вот вот то есть тут снизу и сверху эту форму ведет некоторая функция вот но при этом функция это может быть плохая но вот тогда решение надо искать в пространствах Соболева вот таких вот WPL на омега с весом рог что это такое но это опять-таки все локально интегрируемые функции для которых конечно уже вот такая норма берется сумма по всем мультииндексам не не да 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 нет ну это простой случай я рассматриваю то есть на самом деле вот эта задача очень сложная когда WPL более-менее произвольные то есть ее достаточно долго уже пытаются решить и на самом деле при более-менее произвольных WPL даже там такие простые вопросы как как вообще определить пространство Соболева там где искать решение и что от него ожидать на самом деле до сих пор там некоторые моменты непонятны поэтому вот я такой самый простой случай беру когда они равны вот с точностью до константа и сверху снизу ограничены одной и той же функции ну с точностью до константа тогда вот надо искать решение вот в таком классе Соболева здесь уже идет весовая функция ρ от x мне ее удобно будет в степень p тоже занести чтобы она вместе с производными шла в одной и той же степени но это чисто технические соображения некоторые сюда степень p не пишут ну тогда там соответственно это константа p вылезет в каких-то других оценках вот вот такая норма уже должна быть конечна ну надо что-то разумное потребовать от функции ρ в степени p ну во-первых надо потребовать чтобы ρ в степени p была локально интегрированной потому что ну вот представьте если у нас стоит полином какой-нибудь да полином он локально там можно считать примерно константы да в малой окрестности тогда если вес неинтегрируемый то даже для полиномов эта штука может развалиться это плохо то есть надо по крайней мере потребовать вот такое условие и еще полезно требовать вот такое условие ρ в степени минус p принадлежит l1 локально на омега где p' это сопряженный гельдеровский показатель то есть 1 на p плюс 1 на p штрих равно 1 ну соответственно если p равна бесконечность p штрих единица или p штрих бесконечность то p равна единица давайте лучше тогда вот так напишу ρ в минус 1 а сюда p штрих более правильно написать вот для чего вот это условие если это условие не требует тогда пространство будет не банахово то есть полноты не будет а если вот это потребует то пространство вот это весовое пространство Соболева полно Ну, конечно, приятнее работать с полными пространствами, поэтому мы будем считать, что это условия выполнены. Ну и, соответственно, возникает опять аналогичная задача интерпретировать след уже весового пространства Соболь. Да, там классика, если ρ равно 1, то это классика, если ρ не равно 1, то здесь уже появляются как раз следы пространства Соболева свеса. Ну, что можно здесь сказать? Если ρ в минус 1 принадлежит Lp', вот это условие чем нам еще поможет? Если ρ в минус 1 принадлежит Lp' локально на омега, тогда... То есть можно, правильно говоря, про У, говоря, профессионал P, считать, что просто у нас мера изменилась на омеге. То есть тоже Соболево, стальные, классические, но у нас другой, это такая классная мера. Правильно, правильно, так и есть, так и есть. Но все-таки полезно здесь считать, что эта мера абсолютно непрерывная, порождена весом, что она не сингулярная какая-нибудь, не считающая мера, еще что-нибудь. Нет, не ρ абсолютно непрерывная, мера абсолютно непрерывная. То есть порождается как некоторые функции. Плотность у нее есть, да, у нее есть плотность. Вот. То есть что там сингулярностей нету никаких, что там ни какой-нибудь, ни дираковское ничего там не сидит. Вот. Если вот это выполнено, то тогда на самом деле WPL от омега непрерывно вкладывается в W1.1 локально. Вот. То есть на любом компакте имеет место вот такое вложение. Когда я пишу вкладывается, это значит вложение непрерывно. То есть оператор, который сопоставляет функции ее же саму, но в другом пространстве, непрерывен относительно топологии, порожденных нормами. Ну, здесь норма, тут норма оператора вложения непрерывно. Вот. Ну, а раз так, мы же знаем, что вот для таких вещей след определить уже более-менее удобоваримо можно. Поэтому вот для всех весов, у которых вот эта вещь выполнена, ну, давайте, чтобы краевых эффектов не было, мы даже потребуем более сильную волоску. Это на этой формуле слева омега-ро, да? Да, я бы даже потребую, что не локально. Сейчас. Здесь, да, здесь ровно. Здесь, там, прошу прощения. И тогда это будет даже не локально, а вот так. Вот если я потребую вот такую более сильную силу. И тогда след можно корректно определить. То есть, если вот это условие есть, у нас определен след, остается понять, как его описать. То есть, как ввести функциональное пространство на границе, которое будет следом весового пространства Соболя. Вот. Ну, и вот эта задача, она имеет большую историю. Вот, начиная буквально с появления работы Бесова по классическим пространствам. В этом же году вышла работа Успенского, в которой он решил задачу о следе для полупространства. Значит, рассматривается полупространство РН с плюсиком. В нем задана функция весовая РО, которая зависит только от одной координаты. То есть, в модельный случай. РО от ХН. При этом зависит степенным образом. ХН в степени альфа. Вот. И ответ получается достаточно простой. То есть, след на гиперплоскости ХН равно нулю пространство WPL от РН с плюсиком от степенного веса. ХН в степени альфа. Это будет вот такая штука. Это, опять-таки, дробное пространство Соболева. Но, если мы вспомним в предыдущем примере, когда классическое пространство у нас терялось гладкость на единичка на П, а здесь она будет теряться на единичка плюс альфа на П. Сейчас скажу. Вот это как раз такой дробный, дробная гладкость. Ну, давайте, чтобы я определил просто сейчас пространство Бесова в общем виде. Уже будет тогда понятно. Сейчас здесь не надо Д омега, конечно, а на РН-дус-1. Вот. И это же равно пространству БЛ-1 плюс альфа на ППП. А как норма здесь задается? Ну, норма задается следующим образом. Я общее определение напишу, чтобы уже не повторять вот эту вещь. То есть, если есть какой-то БС, да, С, вот эта дробная гладкость, С больше нуля просто. Вот. И здесь есть еще два индекса П и Ку. Но нам понадобится случай, когда П равно Ку. А пространство БС, П, Ку на РН-дус-1 это все такие, ну, скажем, функции Ж, локально интегрируемые на РН-дус-дус-1. С это показатель просто, показатель дробной гладкости. Где? Это что, число не могу сказать, С? С это число, С больше нуля. Это положительное число. Это положительное число. Дробная гладкость, это значит, просто вообще комментируемые гладкости. Ну да. Там-то альфа, это функция, да? Нет, сейчас. Нет, нет, нет. Здесь это тоже число. Вот. Норма определяется следующим образом. Норма Ж, это есть норма функции Ж в ЛП от РН-дус-1. И плюс вот это наиболее интересное слагаемое, что интеграл берется РН-дус-1. Здесь тоже интеграл РН-дус-1. А здесь нужно брать уже разность эльтового порядка с шагом H от функции Ж от Х. Возводить в степень П, делить на модуль H в степени С, П, где С это как раз вот это вот число. А дальше здесь идет интеграл по точке Х сначала, потом возводится в степень Q на P, интегрируется по DH на модуль H в степени N-1, а потом все это уже в степени 1 на Q. Вот такое вот сложное выражение. Да, двойной интеграл. Но сначала мы интегрируем по Х. H фиксировано, по Х проинтегрировали с фиксированным шагом. А дальше по шагу проинтегрируем. Ну а дельта ЛН от Ж это что такое? Это разность эльтового порядка, это сумма И от единицы до L, С из L по И, минус 1 в степени И на F от Х плюс И, H. От нуля, прошу прощения. А? Да, дискретное производство, абсолютно точно, да. Ну и, соответственно, дробная гладкость как раз состоит в том, что у вас вот сходятся вот эти вот интегралы. Вот именно таким вот образом, что сначала по Х, а потом по шагу. Но можно, конечно, сделать наоборот, по шагу, а потом по Х, но это уже будет другое пространство. Это уже будет пространство Лизоркина-Трибеля. Но про него я сегодня не планирую рассказывать. Я просто говорю, что можно сделать наоборот, но это уже будет совсем другое пространство. Так вот, когда P равно Q ситуация упрощается, значит, эта вот штука стирается. Здесь просто единичка образуется. Ну, здесь, соответственно, единица на P. Получается такой двойной интеграл. И тут уже можете как хотите менять. Либо по Х, по Х, либо по Х, это уже не важно. Но дело вот в чем, что дробная гладкость теперь вот зависит от альфа. Вес у нас была степенная функция, Xn в степени альфа. И вот этот альфа, показатель попал сюда. Ну вот если теперь проанализировать, что происходит. Если альфа у нас положительный, то что получается? Функция Xn в степени альфа при положительном альфа стремится к нулю при подходе к границе. Правильно? Если она стремится к нулю, то получается, что интуитивно ясно, что если вы производно интегрируете с весом, который стремится к нулю, чтобы сошелся интеграл, если у вас вес его давит в ноль, значит, сама функция может сильнее подрастать. Правильно? Ну а раз так, что если она сильнее растет, у нее же на границе свойства ухудшаются. То есть если она слабенько растет, она на границу выходит какой-то хороший. Если она начинает сильно расти при приближении к границе, то на границе будет что-то более плохое. Вот это как раз и отражено, и вот это интуитивное представление отражено в том, что смотрите, мы из показателя гладкости L вычитаем 1 плюс альфа. То есть если альфа больше нуля, то мы больше вычитаем, то есть гладкость становится меньше. То есть вот это интуитивное соображение, оно отражается как раз вот в этом показателе. А если альфа становится отрицательным, то наоборот, если вес у нас уходит в бесконечность, значит, чтобы его компенсировать в интеграле, нам надо наоборот функцию приближать к нулю. то есть гладкость повышать но и так и будет если здесь альфа отрицательное то я вычитаю 1 на п и прибавляю модуль альфа на п то есть я наоборот гладкость повышаю вот это как бы такое интуитивное соображение но вот в этой формуле зал с это любой я просто определил общая ну есть просто понятие дробной производной такое да то есть его можно там очень многими способами определять вот ну вот вы сами заметили что вот эта разность тельтового порядка да она как-то интуитивно напоминает такую дискретную производ но ну как вы допустим у нас обычная производная вот есть формула конечных приращений лагранжа что если функция дифференцируем это что а и да или правильные вопросы или это любое число больше чем с любое вот оказывается что если вы берете если вы берете какой-то с дробная то берите просто наибольшие целое которое наименьшее целое которое больше его а почему я могу брать любой а потому что все нормы оказывается эквивалентной вот такое есть свойство то есть если с равно там одна вторая то вы можете брать л и единицу и десятки и это будет да 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 ну или если с там девять с половиной надо брать 10 11 12 тогда а да кстати еще интересный вопрос а если с целое то можно ли брать с равно и нельзя все равно больше надо брать нет если с целое это не будет дуба львы да а это будет дуба львы только при частном случае когда по равно двойки и у равно двойки то есть пространство б они не совпадают дуба львы вообще говоря они совпадают с дробными дуба львы то есть когда показатель дробный то б пространство совпадает с дробным а с целыми а с целыми не совпадает вот такая интересная только при каких-то частных случаях получается такой парадокс вот то есть как бы нельзя сказать что пространство бесовы это просто расширение пространство соболева на все дробные так нельзя сказать то есть она на дробных совпадает а на целых может не совпадать но зато она полностью решает задачу следа вот задачу следа она полностью решает и 1 вот нет просто вещественное число любое вещественное число ну после результата успенского были многочисленные обобщения в период как раз с шестидесятых по восьмидесятые годы вот и но там конечно это обозреть невозможно все эти работы я просто перечислил только фамилии математиков которые работали в этом направлении в основном это советская школа здесь вклад внесла это пудрявцев потом но собственно успенский я уже упоминал яковлев потом сергей михалович никольский калябин геннадий анатольевич вот тандит еще математик тоже ученик кудрявцева ну и многие другие вот из зарубежных в этом направлении я работ таких вот не видел то есть вот среди наших математиков был получен наиболее общий результат в этом направлении но в предположении что функция зависит только от одной координаты вот от этой xl они рассматривали как раз случае полупространства то есть рассматривается функция в полупространстве с каким-то общим весом но вес зависит только от одной координаты вот от этой вот xl ну на самом деле был изучен вопрос даже более сложный не никогда здесь wpl стоит а более широкие пространства там леувилевского типа но я сейчас не хочу в это в детали вдаваться вот и я просто опишу как бы наиболее общий результат который был получен в этом направлении для веса зависящий от одной координаты здесь уже так просто не получится да то есть когда вес степенной то гладкость мы просто вот этот показатель альфа вычитали и получали что-либо понижение гладкости либо повышение а если он не степенной он же как-то осциллировать может то вверх то вниз на там и тут уже так просто не опишешь возникли так называемое пространство обобщенной гладкости в качестве следа сейчас я напишу что это такое но я рассмотрю только наиболее простой случай технически потому что чтобы не загромождать деталями вот ответ был примерно такой что если рассматривается пространство соболев на рн с плюсиком здесь стоит вес зависящий от одной координаты xm он более менее произвольный но таким достаточно разумным требованием удовлетворяет типа монотонности там допустим на какую-то степень умножили он почти убывает на какую-то степень помножили почти возрастает то есть он может осциллировать но не очень сильно вот ну в общем при разумных ограничениях на вес пространство следов она описывается следующим образом ну норма в нем естественно то есть я пишу но rn минус 1 модуль фи от x степени п но здесь стандартно значит lp норма самой функции а более интересное слагаемое второе я его запишу в дискретном видит не в интегральном а в дискретном это будет немножко удобно плюс сумма к от одного до бесконечности гамма к умножить на модуль непрерывности супрем модуль h 2 минус к здесь как раз вот это стоит разность эльтового порядка с шагом h функции фи модуль закрылся в степени п проинтегрировалась по рн вот ну и все это в степени единицы на п то есть модуль непрерывности с шагом 2 в степени минус к множится на свою константу а как строится константа по весу очень интересным образом значит я рассмотрю такой слой который проходит на высоте 2 в степени минус к 2 в степени минус к плюс 1 то есть ширина этого слоя порядка 2 в степени минус к нет здесь по x а супремом по h но аж по модулю бегает от нуля до 2 в степени минус к то есть вы h зафиксировали h зафиксировали проинтегрировали а потом взяли супремом по h вот такой а вместо интеграла по h вместо интеграла по h стоит сумма я его дискретизовал то есть я аж разрешаю бегать вот в этих диапазончик ах но это просто технически удобнее это можно конечно расписать в непрерывной форме то есть через вот эти интеграл но там тогда но технически будет неудобно писать в общем так попроще так вот гамма к ты это интеграл отвеса по вот этому отрезочку то есть гамма к ты но если быть более точным это 2 в степени к л умножить на интеграл 2 в степени минус к 2 в степени минус к плюс 1 гамма от x от xn да вот же от одной координаты зависит дx можно 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 но не нужно в общем это неудобно да когда гамма кат это 2 в степени кс какой-то да то есть это да если грамма постоянная функция ну да 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 и ксен степени альфа да 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 если предыдущие но если вы проинтегрируете вы ровно и получит но если я здесь с точностью до множителя в общем где вот здесь но свои вы имейте ввиду с каким шагом бить до 2 степени минус к или 3 степи ну конечно нет абсолютно просто геометрическая прогрессия так здесь важно что она как бы каждый последующий раз дробиться на одно и то же число то есть ну то есть делим постоянно на 2 либо делим постоянно 3 вот но я еще раз говорю на самом деле вот в работах вот калябиной был решен более сложный случай никогда здесь эквидистантный шаг идет по геометрической прогрессии на самом деле более сложная последовательность бралась не обязательно геометрической вот но просто если буду про это рассказывать я тогда не доберусь до до результатов это такой наиболее удобоваримый который можно вот написать вот без лишних технических деталей вот но на самом деле больно был решен более сложный случай никогда здесь вот когда геометрической прогрессии нельзя задать но в любом случае что оставалось открытым оставался открытым вопрос ну хорошо вес зависит от одной координаты понятно если вес зависит от всех координат теперь да то есть произвольным образом есть зависимость от всех координат в чем сложность получается ну допустим если я фиксирую какую-то точку и смотрю как меняется вес только по координате xn понятно что в этой точке он одним образом меняется по координате xn если я переместился в другую точку, он уже по-другому меняется. Если он от всех координат зависит. Если он зависит только от одной координаты, то какая разница, что здесь его смотреть, что здесь все распадается в Декартовом произведении. Константа по вот этой направлению и изменение по вот этому направлению. А если теперь у меня идет изменение по всем координатам, то, соответственно, при каждой точке гиперплоскости, при каждой х3 из ра минус 1, здесь свое изменение происходит. Значит, получается, что в окрестности, допустим, вот этой точки у меня одна последовательность должна быть. В окрестности вот этой точки у меня уже другая последовательность должна быть. Интуитивно возникает понимание того, что вместо числовой последовательности надо поставить здесь функциональную последовательность, чтобы охватить вот этот случай. Это и есть пространство переменной гладкости. Вот теперь я перехожу собственно к основной цели моего доклада, это вот рассказы про пространство переменной гладкости. Но оказалось удивительным образом, что вот вроде бы такое наблюдение естественное, что если поставить сюда функциональную последовательность, это должно дать решение вот этой задачи. Но почему-то этого никто не делал. То есть пространство переменной гладкости, они известны уже где-то больше 20 лет, но при этом их не применяли к решению вот этой задачи по каким-то причинам. Не знаю по каким. То есть пространство переменной гладкости возникло на самом деле еще в 80-х годах примерно. Ну где-то в районе 85-го года, да, около 30 лет в работах французского математика Жан Бани. Он их использовал для описания сингулярности решений некоторых дифференциальных уравнений. Но у него были более простые пространства переменной гладкости, чем те, о которых я буду говорить. Потом его результаты, в общем, обобщались. Еще в этом направлении работали такие математики, как Мейер, один из создателей теории вейвлитов. Вот, потом, ну его ученики еще работали в этом направлении, в общем, они изучали пространство переменной гладкости. Но потом их идеи были обобщены, и в итоге получилась такая шкала пространств, которая поглощает те пространства, которые они изучали. И это были как раз пространства бесовой переменной гладкости. Вот, пространство бесовой переменной гладкости. Ну вот в той форме, как они вот сейчас известны, они уже появились достаточно недавно. Первыми их вот в такой форме рассматривал, собственно, бесов. Это работы 2003-2005 года. Все предыдущие, да, и вот те, и обобщенные гладкости, и вот эти, они их все обобщают. Но дело было в том, что эти обобщения, они развивались, еще раз повторюсь, не с целью эту задачу решить, а просто как-то сами по себе шли обобщения. То есть вот, ну вот, была здесь числовая последовательность. Давайте поставим функциональную, да, тогда охватим более широкий класс пространств. То есть, как бы, просто шло, ну, такое естественное расширение обобщения. А потом... То есть, а функции на РН-1, да? Ну, на РН, да, на РН. Мне Р-1, просто чтобы связь была с тем, что я помню, что в РН у меня Соболев живет, а в РН-1 уже... Да, 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 в этой картинке на РН-1. Так вот, эти пространства, они изучались Бесовым, потом его идею подхватили уже немецкие математики. Вот примерно с 2008 года, там, ну, в общем, достаточно большая группа, она работает в Германии. Ну, там, Кемпко, Ян, выбирал, там, и другие, там. В общем, достаточно много математиков. Вот. Они эту идею подхватили, стали развивать, и оказалось, что там огромное количество приложений имеют вот эти пространства переменной гладкости. Вот. Ну, и сейчас это такая очень популярная тема. Я вот просто посмотрел даже по количеству работ, которые есть в этом направлении. Вот где-то вот с 2005 года, там, несколько сотен работ уже, которые имеют дело с вот этими пространствами переменной гладкости. Вот. Spaces of variable smoothness. Более того, их еще обобщили до того, что сделали не только переменную гладкость, но и переменную интегрируемость. То есть, когда показатель P тоже зависит от точки. И оказалось, что эта вещь находит применение в неоднородных средах. Вот когда, допустим, у нас звук или тепло распространяется в какой-то среде, где, допустим, показатель теплопроводности резко скачок меняет. То есть, вот, ну, до какой-то точки вы шли с одним показателем теплопроводности, раз скачок произошел, другая. То есть, такие среды, у которых многофазные такие, в общем. И там удобно, оказывается, эту интегрируемость менять. Вот, какие-то нелинейные уравнения возникают, в общем, и гладкость меняется, интегрируемость меняется. Ну, там очень сложная техника. Я пока просто про переменную гладкость буду рассказывать. Интегрируемость у нас будет постоянной. Вот, так, вот оказывается, что Олег Владимирович и вот эти немецкие математики, они подошли к пространствам с разных сторон, с разных подходов, которые, вообще говоря, не эквивалентны. Вот, на самом деле, они в каком-то диапазоне дают одно и то же, но в каком-то диапазоне они дают разное. В зависимости от задачи, которую мы решаем, можно вот этим подходом пользоваться, который Бесов развивал, можно подходом, который вот эти математики развивал. Я про оба расскажу. Значит, первый подход, собственно, подход Бесова, что он рассмотрел случай, когда 1 меньше П, Q меньше бесконечности. Тогда мы работаем в локально интегрируемом случае. Ну и, соответственно, норма в пространстве Бесова переменной гладкости. Вот я здесь уже поставлю не показатель гладкости, а функциональную последовательность. tk-то я ее назову. В скобочках точка означает, что это функции, то есть это последовательность функции. К, да. Ну, просто, чтобы не загромождать запись. k от нуля до бесконечности. Норма задается следующим образом. Идет интеграл по... Ну, давайте rn-1, чтобы у нас так и зарезервировалось это n-1. На самом деле, понятно, что, конечно, любое тут натуральное можно ставить. t нулевое от x в степени П умножается на, собственно, на саму функцию f от x в степени П по dx. Все это в степени 1 на П. То есть, первое, это весовой Lp слагаемый. То есть, сама функция интегрируется уже не сама по себе, а с весом t0. Плюс, дальше идет... Я опять-таки дискретную напишу, дискретную версию этого пространства. Это удобнее. Сумма k от 1 до бесконечности. А под интегралом стоит. Опять-таки, вот этот модуль непрерывности Supremum. По модуль h меньше либо равно 2 в степени минус k. Интеграл, опять-таки, по rn-1. Но здесь уже идет tk от x в степени P умножится на разность порядка L с шагом h от функции f в точке x. И тоже возводится в степень P. Берется dx, потом скобка закрывается Q на P. Ну, еще раз скобка закрывается 1 на Q. То есть, в чем отличие от классического пространства Бесова? На каждом шаге добавился tk от x. Вот такой вот подход. Это, значит, подход Бесова. Значит, немецкие математики пошли совсем с другой стороны. У них подход основан на фурии-анализе. Значит, что они делают? Они, во-первых, рассматривают случай 0 меньше PQ меньше либо равно бесконечности. То есть, удается охватить ненормированный случай, потому что когда P и Q от 1 до бесконечности, это норма. Когда P и Q становится меньше нуля, это уже не норма. Это квази-норма. Квази-норма – это означает, что там будет не неравенство треугольника, а неравенство треугольника с константой некоторой. Что здесь происходит? Значит, норма определяется следующим образом. Я сначала напишу, а потом скажу, что это такое. Если здесь это было множество всех локально интегрируемых функций, то здесь это уже множество всех распределений из пространства Шварца. То есть, я перехожу уже к обобщенным функциям. S' от Rn-1. Что такое S'? Надо напоминать? Ну, это пространство непрерывных функционалов на S. А S – это функции, которые гладкие, убывают быстрее любой степени. При этом там топология задается счетным набором полунорм. Ну, вот в частности, S' там дельта-функцию Дирака включает. То есть, это вполне себе такое достаточно богатое пространство. Введено Шварцем оно примерно в 50-е годы. Собственно, он за это Филдсовскую премию получил, вот за эти вещи. Так вот, рассматриваются все такие F из S', для которых конечная вот такая квазинорма K от нуля до бесконечности. Здесь делается следующее. Берется преобразование в Фурье распределение. А преобразование в Фурье, конечно, в обобщенном смысле понимается. Множится на мультипликатор, секатая. Потом берется обратное преобразование в Фурье. Получается вот такой вот хитрый оператор. Сейчас я сумму сотру, а то не влезу. Дальше это от Х. Опять-таки, множится на ТКТ от Х. Возводится в степень П. Вот это возводится в степень П. Интегрируется по РН-1. Дальше возводится в степень Q на П. А теперь суммируется. К от нуля до бесконечности. Ну и потом все это в степени единица на Q. Здесь сумма, поскольку идет от нуля, мне вот это уже второе слагаемое не нужно, оно учтено здесь уже. Сейчас скажу. Значит, что такое псикатая? Псикатая – это разбиение единицы в пространстве образов Фурье. То есть, ну, в общем, это следующее. Пси-0 – это сначала строится функция Пси-0, которая бесконечно дифференцируема и имеет компактный носитель. Пси-0 от Х равно единице для любого Х, принадлежащего шару, единичного радиуса в Н-1 пространстве, шар с центром в нуле. При этом Фи-0 от Х равно нулю для всех Х, которые не принадлежат шару в два раза большего радиуса. То есть, и при этом между единичкой и нулем она гладко спадает. Вот таким вот образом. Вот здесь единичный шар, вот здесь шар радиуса 2, и дальше она гладко спала и нулем пошла. Это функция Пси-0. А Пси-катая при К больше либо равном единице определяется так. Пси-катая от Х – это есть Пси-0 от 2 в степени минус К умножить на Х, минус Пси-0 от 2 в степени минус К плюс 1 Х. Что это такое получается? Это получается функция, у которой носитель уже лежит в шаровом слое. Супрямо, саппорт Пси-катая содержится в шаровом слое, значит, шар радиуса 2 в степени К с центром в нуле, надо вычесть в теоретико-множительном смысле шар радиуса 2 в степени К. К, сейчас, 2 в степени К плюс 1. То есть носители этих Пси-катых, они уходят в бесконечность, расползаются. Они все шире и шире становятся. Но при этом это тоже гладкие такие функции. Да, и почему это называется разбиением единицы? Мы хотим, чтобы у нас сумма К равна от нуля до бесконечности Пси-катых от Х была дождественно равна единице на всем РН минус 1. Такое вот разбиение единицы. На самом деле, какой смысл этого? То есть, когда вы подействовали преобразованием Фурье, вы перешли в двойственное пространство в некотором смысле, в пространство образа Фурье. Дальше этот мультипликатор Пси-катых, это же фенитная функция, она содержится в большом шаре, а в ней его она ноль. Точнее, она в сферическом слое. Вы как бы за счет этого мультипликатора вырезаете определенные гармоники. То есть, вот если идет какой-то сигнал, что значит я взял преобразование Фурье и помножил на мультипликатор? Я, значит, взял фильтр и вырезал из этого сигнала определенные частоты. Вот эти частоты, они находятся как раз в этом сферическом кольце. А дальше я беру обратное преобразование Фурье, возвращаясь в исходные перемены. Но по теореме Пейли-Виннера, если я помножил на мультипликатор, который является фенитной функцией, то вот такая комбинация преобразования Фурье и мультипликатор обратное преобразование Фурье дает гладкую функцию экспоненциального типа, так называемую. То есть, если сначала у меня было распределение из S', то есть это обобщенная функция, после действия вот такого оператора, это уже становится обычная классическая функция, поэтому более того, он даже бесконечно дифференцирован. И я ее могу уже интегрировать вот с таким вот весом. Вот. Да, такие функции, что норма конечна, а здесь это такие распределения, что вот такая штука конечна. Да, а здесь распределение, а здесь распределение. И возникает вопрос, как эти пространства вообще связаны между собой. Должны, потому что есть так называемые прямые обратные теоремы теории приближений, то есть гладкость функции можно характеризовать путем ее приближения либо полиномами, либо рядами Фурье. Но в частности можно и преобразование Фурье характеризовать. Так вот, оказывается, что при определенных ограничениях на переменную гладкость эти вещи дают один и тот же результат. Давайте мы сейчас это сформулируем. Какие мы ограничения на гладкость наложим? Первое, что 2 в степени g минус k альфа-1 меньше либо равно tg t от x разделить на tk t от x меньше либо равно 2 в степени g минус k альфа-2, где альфа-1, альфа-2 это какие-то числа. И при этом вот это неравенство должно быть выполнено для всех иксов. Ну, давайте здесь константу поставим. Поправка такая небольшая. С константой. И второе условие. Это условие на относительные колебания катой функции. tk t от x меньше либо равно 2 в степени альфа-3, tk t от y при условии, что модуль x минус y меньше либо равно 2 в степени минус k. Что это означает? То есть при переходе от точки x к точке y с вот таким маленьким шагом у вас функция подрастает или убывает не более чем в константу раз. А эта штука характеризует относительной осцилляцией вот этой дроби. tg t на tk t. Она зажата между двумя геометрическими прогрессиями сверху и снизу. Так вот оказывается, что если мы рассмотрим в случае 1 меньше p, меньше q, меньше бесконечности и потребуем, чтобы альфа-1 была больше нуля, а альфа-2 была меньше l, то вот эти два пространства дают один и тот же результат. Давайте я вот это пространство, значит у меня буква b зарезервирована под него, а пространство, которое определяется вот так, я его b с волной обозначу. b с волной tk t pq от rn-1. Так вот она... Нет, tk t это весовая последовательность, а tk t это другое, это гармоники мы выбираем в образах фурии. Это о другом совсем. Вот при этих условиях что получается? Что на самом деле, если у вас альфа-1 больше нуля, то это никакие не обобщенные функции. Оказывается, что эта функция совпадает с обычной функцией. Вот при таком условии на переменную глагол. То есть, изначально вам говорится, вот пусть распределение для него конечная норма. Оказывается, что есть теорема, что если распределение имеет вот такую конечную норму при альфа-1 больше нуля, то это будет не просто распределение, а оно эквивалентно обычной функции. Обычной функции, локальной интегрировки. А если еще потребовать вот это условие, то можно его вообще характеризовать через разности этого порядка. Вот такой вот результат. Это результат, но сначала Бесов его доказал в 2003 году. Ну а потом немецкие математики обобщили этот результат на случай не когда pq от 1 до бесконечности, а когда pq вплоть до нуля, но тогда надо брать альфа-1 не больше нуля, а надо брать вот такой альфа-1 больше, чем n единица на p минус 1. Максимум из единицы на p минус 1 0 умножить на вот так. То есть, если p больше единицы, то понятно, эта дробь меньше единицы вычитается единица, отрицательное число, максимум из них 0, значит альфа-1 больше нуля. А вот если p стало меньше единицы, то оказывается альфа должно быть больше, чем единица на p минус 1 умножить на n. Вот они этот результат обобщили на квазинормированный случай. Теперь, что интересно. Оказывается, что для задачи о следах, то есть, когда я занимался вот этой задачей описания следа для весовых пространств Соболева, я, конечно, про эти пространства слышал переменной гладкости. Но я про них подробно ничего не знал, просто знал, что такие есть. Вот. Ну и я, когда решал вот эту задачу о следах, я пришел к другому определению пространства переменной гладкости, которое, вообще говоря, с этими не совпадает. И сейчас я расскажу о своем результате, собственно, в чем он заключается, и попытаюсь объяснить, почему нельзя было углядеть этот результат, находясь в рамках вот этой теории. Но эти квадратные пространства? Нет, нет, не совсем, не совсем. В каких-то... То есть, я обнаружил такие пространства, которые в каком-то диапазоне совпадают с вот этим, в каком-то не совпадают. Но можно сказать так, что они расширяют вот эти пространства. Значит, ну давайте вернемся опять к нашей задаче. То есть, мы хотим описывать след весового пространства Соболева, которое задано в полупространстве с некоторым весом ГАМ. Надо, во-первых, какие-то разумные ограничения на вес наложить. Ну, помимо того, что он локально интегрируем и прочее, мне удалось решить задачу в классе весов, которые удовлетворяют условию Макенхаута, АП. Что это такое? Говорят, что вес принадлежит классу АП тогда и только тогда, когда, конечно, вот такая величина. Интеграл по шару гамма от x dx разделить на меру шара. А здесь интеграл по гамма минус P' на P от x dx разделить на меру шара в степени P на P' меньше либо равно какой-то константы и больше либо равно единице. То есть, среднее, что такое, по сути, здесь написано? Интеграл разделить на меру. Среднее от веса. А здесь среднее от такого веса. Код произведения этих средних должно быть снизу-сверху зажатой константой. Какие функции удовлетворяют этому условию? Ну, например, вот такая. Модуль x в степени альфа. Модуль x это я имею в виду корень квадрата и сумма координат. При альфа меньшем N P' минус 1 больше минус N. Например, этот класс далеко не исчерпывается степенными весами. На самом деле они очень сложные, могут быть, имеют достаточно такую нетривиальную природу. И оказалось, что этот класс Макенхаупт настолько полезный, что сейчас вот если просто набрать в гугле Макенхаупт класс, там несколько тысяч выдаст ссылок. Вот в частности оказалось, что если есть квазиконформное отображение, на ИРН, которое определено, то якобиан этого квазиконформного отображения удовлетворяет вот этому условию. То есть это такая достаточно красивая вещь, которая вот была обнаружена в 1972 году. как раз математик Макенхаупт вот этот класс ввел. И, собственно, оттуда и пошло изучение вот таких вот весов. Это кто? Макенхаупт, американский математик. Пишется вот так его фамилия. То есть этот класс сейчас очень популярен в дифференциальных уравнениях. Вот решения ищутся в пространствах Соболева как раз вот с вот таким весом. И удается какие-то полезные свойства извлечь из вот этих пространств. Вот именно когда вес удовлетворяет вот этому условию. То есть оно такое очень естественное и хорошее. Но, с другой стороны, оно достаточно общее, потому что позволяет охватить большой класс весов. Ну и вот я как раз подхожу к формулировке своего основного результата. Пусть я буду упрощенную версию этого результата рассказывать. Опять же, опуская технические детали некоторые. Пусть П от 1 до бесконечности. Вес гамма принадлежит классу Макенхаупта АП на РН. То есть на РН, да, от всех координат зависит. Тогда след пространства Соболева на гиперплоскости. ХН равный нулю. Дубль ВПЛ. Вот РН с плюсиком. Вот с этим вот весом. Это будет пространство переменной гладкости. БПП. Переменная гладкость гамма КТ строится однозначно по вот этому весу. Сейчас я скажу как. Для того, чтобы ее построить, делается следующая вещь. Да, пространство давайте я обозначу БС черточкой. Потому что это какое-то третье пространство. То есть я ввел пространство, которое Бесов рассматривал, потом которое немецкие математики рассматривали. А это вообще третье пространство, поэтому я его БС черточкой обозначу. Сейчас я его определю. Сначала я скажу как гамма КТ строится. Берутся сначала двоичные кубики в пространстве РН-1. Я их буду записывать вот так. По Н-1КМ. Почему я их называю двоичными? Потому что длина ребра у них 2 в степени минус К. При этом это Декартово произведение. От И от 1 до Н-1. МИТ на 2 в степени К. МИ плюс 1 на 2 в степени К. Вот так вот. Где МИТ это целые числа. То есть по сути что я делаю? Беру такую сеточку, вот как тетрадь в клетку. Только длина клетки 2 в степени минус К. А вот эти МИТ отвечают за трансляцию клетки. Вот как по целочисленным решеткам. Значит делается следующая вещь. Берется вот этот двоичный куб в гиперплоскости. Дальше я его поднимаю на высоту 2 в степени минус К. И строю кубик уже вот такой. У которого основание вот этот КМ-1КМ. А здесь еще высота 2 в степени минус К. И интегрирую вес по вот этому кубику. Получаю вот такую последовательность. Гамма КМ равна 2 в степени КЛ. Умножить уже на интеграл по вот этому кубику. КН-1КМ. А здесь от 2 в степени минус К. До 2 в степени минус К плюс 1. Гамма Х' Штрих, ХН, ДХН, ДХШтрих. Получаю вот такую кратную последовательность. Которая характеризуется двумя индексами. Первый индекс К принимает целые неотрицательные значения. А М бегает по решетке ЗН-1. Вот получается такая кратная последовательность. А пространство мы определим следующим образом. Вот это пространство без чертой определяется так. Первая слагаемая сумма по всем М ЗН-1 гамма 0М. умножить на интеграл У0МН-1 модуль Ф от Х не в степени П, а в степени 1, а потом возвести в степень П. Вот это очень важно. И плюс второе слагаемое основное сумма К от 1 до бесконечности гамма КМ в степени П. Ну, гамма КМ я определил. Да, кстати, это гамма КМ в степени П. И умножить на локальное наилучшее приближение функции Ф на кубе вот таком. Все это возвести в степень П, а потом в степень единицы на П. Что я понимаю под локально наилучшим приближением? Локальное наилучшее приближение – это вот такая вещь. это инфимум по всем полиномам, степень которых меньше Л, а от интеграла УЛ-1 КМ модуль Ф от Х минус вот этот полином от Х. То есть наименьшее уклонение в Л-1 норме полинома от функции. При этом степень полинома меньше Л. Ну вот, собственно говоря, вот такая норма определяется. То есть я складываю локальные наилучшие приближения, взвешенные с вот таким весом. То есть это получается достаточно естественное обобщение. Если мы вспомним, как определялось пространство следов ранее для функций, в которых только от одной координаты все зависит, там интегрировался вес просто по отрезочку, поскольку вес от одной координаты зависел. А здесь я интегрирую по как раз такому полноценному кубику. Но, соответственно, пространство более сложное получается. Оно уже не просто определяется какой-то числовой последовательностью, а вот такой вот кратной последовательностью, которая с несколькими индексами КЛ. Какие моменты здесь принципиально отличают вот это пространство от предыдущего? Ну, во-первых, здесь я сначала интегрирую в первой степени, а потом возвожу в П эту степень. Почему это важно? Потому что если вес достаточно плохой, ну, допустим, вес принадлежат классу Макенхаупта, след может не быть интегрирован в степени П. Он, вообще говоря, может быть интегрирован только в первой степени. Поэтому локальное лучшее приближение, то есть здесь нельзя степень П ставить, может интеграл разойтись. Нужно ставить первую степень здесь, а потом возводить степень П. Но это скорее такое техническое замечание. А более глубокое замечание состоит в том, что если я теперь определю переменную гладкость, ну, я ее в дискретном виде записал, давайте я запишу в непрерывном виде. Гамма КТ от Х, это будет у меня равно 2 в степени КН, плюс Л на сумму МЗН-1, гамма КМ умножить на характеристическую функцию кубика. КН-1 КМ от Х. Теперь это уже функция от Х. Ну, характеристическая функция, понятно, что такое. Это единица на кубе, но или иначе. То есть я складываю вот эти числа по вот этим кубикам, получаю уже такую функцию. Так вот, оказывается, эта функция не удовлетворяет вот тем условиям, которые я писал, к сожалению, стер уже. Помните, у нас было условие, что она зажата снизу сверху в геометрической прогрессии. 2 в степени альфа-1 К минус Ж, а здесь 2 в степени альфа-2 К минус Ж. И я говорил, что если альфа-1 больше нуля и альфа-2 меньше Л, тогда это не обобщенные функции, тогда это локально интегрируемые функции, здесь вот все корректно строится. Ну и более того, вот пространство, которое Бесов изучал, он их изучал только при таких ограничениях. Так вот, оказывается, что вот эти ограничения не выполнены для вот таких вот последовательностей. Во-первых, альфа-1 может оказаться меньше нуля, а альфа-2 может оказаться больше Л. Возникает какое-то противоречие такое, кажущееся, да, то есть как же так, вот те пространства изучались при таких ограничениях, здесь получилось пространство, которое определяется чуть-чуть по-другому, но тем не менее вот эти ограничения могут быть не выполнены. Но причина в том, что вот на самом деле ничего удивительного в этом нет, просто вот это условие, оно очень грубое, оно по всем точкам равномерно зажимает снизу-сверху. Это не всегда удобно и не всегда это удачное определение. Вот оказалось, что это определение, оно вот в этом случае неудачное. И поэтому требуется какой-то более тонкий анализ поведения вот этой переменной гладкости, то есть чтобы ее уже не просто снизу-сверху ограничивать, да, как-то, а каким-то более хитрым образом с ней работать. Ну вот, собственно, я разработал другие условия, которые позволяют более естественным образом охватывать уже вот такую переменную гладкость, более сложную, и оказалось, что в концепции новой вот этой противоречия вот эти снимаются, то есть там все можно уладить. Но для этого нужно формулировать другие условия, но я боюсь, что у меня уже времени на это не хватит, и там очень много технической работы, в общем, но вот эти пространства, вот сейчас я их развиваю, то есть я там потом изучал различные эквивалентные описания этих пространств, пространства на областях, я вам рассказал только про пространства на РН-1, я их изучал и на областях тоже, на областях с нерегулярной границей, и так далее, в общем, у меня несколько работ вот буквально недавно вышло по вот этой вот тематике. Ну вот, наверное, я на этом остановлюсь. Спасибо. Здорово. Спасибо большое. Давайте благодарим. Спасибо большое. Вопросы есть? Ну, может, мы приключились нова, но что вместо этих неравенств? Вместо поточечных неравенств нужно ввести интегральные неравенства. То есть неравенство для интегральных средних. Притом, помимо вот этих индексов альфа-1, альфа-2, нужно еще эти средние для числителя брать с одним показателем интегрированности, а для знаменателя с другим. Ну, просто если это сейчас писать все, это будет очень долго и занудно. Вот, поэтому я решил на этом месте остановиться. И вот оказывается, что если ввести интегральные характеристики, не поточные, а интегральные, то эти показатели поджиматься начинают. То есть за счет поточечных вы как бы очень... То есть когда вы поточечно что-то измеряете, вы можете в окрестности каких-то отдельных точек там уйти далеко куда-то, да? А в среднем вы будете на самом деле не на большой высоте находиться. Вот интегральные характеристики, они позволяют вот эти пики срезать, и все возвращается в прежнее русло. Тогда вот эти альфа-1, альфа-2, они ужимаются, и это позволяет немножко по-другому взглянуть на старые вещи с позиции чуть-чуть более тонкого анализа вот этой переменной гладкости. Вот, грубо говоря, в этом и дело состоит. Еще вопросы есть? У меня такой вопрос. Вот вы начали с того, что объясняли, что самоуравнение и граничные условия можно понимать, ну, не в буквальном смысле, а в каком-то там общенном смысле. Но впечатление такое, что вся теория остается содержательной, если считать, что производная это есть просто, ну, так, как их учатся до первого курса, когда все гладенькое, все производные непрерывные, все равно это содержательная теория получается. Но вы не так далеко от истины. На самом деле можно доказать, что гладкие функции плотны в этих всех пространствах, и поэтому можно определять след на границе в буквальном смысле, а дальше замыкать просто по норме. То есть на самом деле это можно делать, да. То есть у нас есть достаточно богатый запас гладких функций, которыми можно аппроксимировать вот эти плохие функции. Это правда. Но это требовалось еще доказать, то есть это не очевидно. Вот то, что гладкие функции здесь плотны, это потребует... Просто ограничите, что все гладенькое. И смотреть, что будет там, какие соотношения между другом. А если вы только будете гладкие рассмотреть, пространство неполное будет. Вы же можете пополнять по этой норме, в пределе что-то негладкое получить. Поэтому это нехорошо будет. Лучше работать с полными пространствами, поэтому допускать негладкие функции. Ну а, например, в тех, которые пространство через распределение определяется, там еще сложнее ситуация. Вы за счет процедуры пополнения можете до дельта-функции Дирака дойти, да, по сути дела. Поэтому... То есть, например, драйкс-то, возможно, появляет гладкие обобщенные функции? Нет, 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 там дело не в этом. Когда пространство следов, его лучше описывать в терминах локально интегрируемых функций, а не в обобщенных. Ну, в общем, это долгий разговор про это дело. То есть, они просто те пространства, которые через обобщенные функции определяются, они их рассматривали как обобщение для обобщения. То есть, у них не была цель какой-то там след описать. Ну, я про немецкую школу говорю. Они просто расширяли, расширяли, что вот как можно более широкую камву такую построить, а у них не было цели к следам это как-то применить. А все-таки, если мы к следам применяем, нужна какая-то локальная интегрируемость, чтобы было содержательное определение следа. Потому что что такое там след дельта-функции на гиперплоскости, это вообще непонятно. То есть, тут, конечно, не определить, ну, в общем, как-то так. Не знаю, ответил ли я на вопрос или нет, но то есть, отчасти подход правильный, что да, эти пространства, в них плотны гладкие функции. Поэтому можно работать с гладкими, а дальше все получать предельным переходом, таким своеобразным. Еще вопросы? Скажите, пожалуйста, сколько параметров в пересчете на одномерные дополнительно вводятся в РН фактически, где она большая? Для пространства переменной гладки? Да, для пространства переменной гладки. А мне еще два пришлось ввести. У меня Сигма-1, Сигма-2, Альфа-1, Альфа-2, Альфа-3, П-Кур и этот самый. Ну и размер пространства. То есть там очень много. Понятно. Еще вопрос. Можно ли как-то решать обратные задачи, определить, где гладкость нарушается? То есть вы вычисляете норму как некоторую суммарную характеристику, а запомнить при вычислении норму, где какая-то большая часть? Не сингулярность вы имеете в виду, да? Но я, честно, вот этим не занимался. Вот этим вопросом посвящены как раз работы Жан-Мишель Бани, потом Мейер, Джафар. Вот они как раз занимались отлавливанием всяких пиков у функций, осцилляций каких-то. У них работы посвящены как раз этому. Они даже обработку сигналов, в общем, делали, физики какие-то. Да, да, да. В частности, на самом деле все эти пространства допускают вейвлет разложения. Просто я про это не успел сказать. Сейчас уже очень много про них известно. Богатая теория, я говорю, уже сотни работ написаны в этом направлении. Там и вейвлет разложения, и вейвлеты такие, и такие, там же их много всяких разных, и атомарные разложения, и кварковые разложения, и молекулярные разложения. В общем, не, серьезно, так и называется Molecular Decomposition, Quarkonial, Atomic Decomposition. Но там, конечно, это все огромная техника получается, потому что параметров много, за всем этим надо следить. Неравенства там десятиэтажные получаются. Тематика развивается. А неравенства там не классические? Нет, почему? Там основные инструменты здесь какие? Вот, допустим, я в своих работах ничего такого сверхъестественного не использовал. Я использовал неравенство Харди на дереве, по сути дела, потому что вот здесь вот эти двоичные кубы, они образуют достаточно естественно двоичное дерево. Но при этом я даже не использовал неравенство Харди на дереве, мне за счет правильного определения весового класса удалось просто обойтись неравенством Гёльдера, классическим неравенством Харди, неравенством Минковского. Вот, и если этот класс определять как-то по-другому, то, наверное, придется неравенство Харди на дереве. Ну, то есть, по сути дела, я его как бы передоказывал неравенство Харди на дереве, используя только неравенство Гёльдера, неравенство Харди обычное, классическое, да, там неравенство Минковского. Но при этом у меня было вот это вот хорошее определение вот этого весового класса, которое упрощало оценки. Но мне этого определения с головой хватило, потому что оно и вот это обобщает, и задачу мою решает. Дальше я не лез просто. Еще вопросы есть? Нет? Ну, тогда огромное спасибо. Очень красивый доклад. Спасибо большое. И все приглашают с попить чай. Что-то понятно, да? Хорошо.